Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый. Мы сейчас разговариваем о массаже. То, что, как говорится, были заданы вопросы, я стараюсь освещать. Практическую часть мы сделаем отдельное видео, обязательно. Для этого пригласим хороших специалистов, которые мы им доверяем и которые пользуются большим спросом у населения и имеют, как говорится, соответственное разрешение для того, чтобы делать эти массажи. А вот как делать в быту, мы как раз об этом и разговариваем. Что лучше делать, что можно делать, чего нельзя. И были разговоры о том, что, а как быть с антицеллюлитным массажом. Антицеллюлитный массаж это, как говорится, очень хорошее дело для того, чтобы человеку просто-напросто выгонять как можно больше токсинов, чтобы освобождаться от балласта, который накапливается в организме. И тут, конечно, больше женщины смотрят на это дело активно и положительно. Мужчины стараются это дело не замечать. Хотя мужчинам также нужно заниматься своим телом, как женщинам по той причине, что жировые отложения никак не влияют положительно на организм. Мы не моржи, нам жир в такое количество не нужен. Значит, что такое жир? Это не просто, как говорится, отложение внутри человека жировой ткани. Это фактически организм создает такие вот дельферы, такие вот, как говорится, балласты для того, чтобы туда складывать всевозможные вещества, которые ему не нужны. Это балласты, в том числе и токсины. Потому что при том питании, которое мы делаем, которое мы активно, как говорится, поглощаем столько веществ, которые организму, ну, просто не то, что не нужна, даже вредны. Организм не всегда справляется с его переработкой и выведением. Но вот положить куда-нибудь в ненужное место он может. И для этого как раз отлично подходит жировая ткань. Хотя иногда откладывается это и в суставы, и там еще другие, как говорится, органы. Но больше всего это идет отложение вот в жир. Загоняется в жир. Поэтому работа с жировой тканью, это в первую очередь очистка организма. Это не просто там, как говорится, вот, как говорится, мы радуем за то, чтобы человек взял и просто похудел. В первую очередь это очистка организма от того, что у него лежит годами и что постепенно его отравляет. Поэтому антицеллюлитный массаж обязательно должен быть. Работа его, как говорится, основана на том, чтобы мы активно прогревали, делали растирание, это самое, и разминание тканей. Здесь мы уже работаем обычно уже не просто с кожей, а уже стараемся более глубоко работать с тканями. Там, где именно больше всего отлагается. Почему очень часто, если, как говорится, вот, кто знает, для активного похудения советуют человеку обматываться пленкой и делать там, интенсивные движения, там, пробежки, там, или гимнастику активную. Это активно сжигает, как говорят, жиры. Да, это переводит жиры в более, как говорится, пластическую часть и позволяет их легче организму выводить. В том числе и с потом, и с сальными железами. Все это активно, активно, активно выводится. Почему мы говорим, что баня в данной ситуации для того, чтобы, как говорится, похудеть, для того, чтобы очиститься, выкинуть в себя кучу шлаков, самое лучшее место. Именно баня паровая. Не путайте сауну. Там, где, как говорится, высокие температуры просто заставляют организм закупориваться. Не дают возможности выделяться поту, не дают работать с сальным железом, не дают выделительные системы активно работать, потому что организм при высоких температурах начинает сохранять влагу, сохранять то, что у него есть. И даже в данной ситуации жир является его спасителем. Поэтому мягкие температурные режимы и паровые кондиции, только вот это активно влияет на то, чтобы у нас происходила очистка организма. Почему не нужно путать сауну и баню? Баня – это оздоровительная система, сауна – это, ну, как говорится, самое большее, ну, как говорится, для какого-то активного отдыха или там, наоборот, пассивного отдыха. Но самое главное, что работа с сжиганием жира – это работа не одного дня. Это должна быть система. Система как каждодневная, так и система с банными процедурами. Поэтому антицеллюлитный массаж, массаж в бане, массаж в период, когда мы делаем какие-то гимнастики или процедуры – это то, что нам поможет реально бороться с нашими вот этими вот застоями в организме, в том числе и вот этими шлаками. Как это делать, мы обязательно расскажем на практических видео. с этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok